Грациозные пазы, завораживающая пластика и спортивный азарт. В Ноябрьске прошел настоящий праздник танца. Так организаторы назвали новый фестиваль. В его рамках юные воспитанники секции спортивных бальных танцев спорткомплекса «Зенит» посоревновались между собой, а опытные танцоры показали, на что способны они. Генеральным спонсором праздника выступило предприятие «Газпромнефть. Ноябрьснефтегаз». Подробности у Кирилла Мигеля. Полгода занятий и результат налицо. Секция спортивных бальных танцев в спорткомплексе «Зенит» свои двери распахнула только в декабре. А преподавателям и воспитанникам уже есть чем похвастать. Самбо, ча-ча-ча и медленный вальс. Уже после первых «Па» детям удалось удивить гостей. Конечно, сердце встрепенулось, встрепенулось от радости, потому что настолько они милые, красивые, хорошенькие. И анализируя, например, взрослую жизнь, мы понимаем, каких высот могут достичь эти дети. Сейчас в секции спортивных бальных танцев занимаются порядка 40 детей. В основном это девочки. Загнать в танцевальный класс мальчишек – задача не из легких, говорит руководитель коллектива. Поэтому состязаться юным танцовщицам пришлось в номинации «Соло». В сентябре у нас будет проводиться новый набор. Будем рады видеть всех желающих. Принимаем детей от 4 лет. А также в группу «Хобби-класс» идет активный набор. То есть это те взрослые, уже состоящиеся люди, которые хотят заниматься танцами. Параллельно Ирина Венглер руководит и челябинским танцевальным коллективом «Адастро», что в переводе с латинского – к звездам. Именно этой группе выпала почетная миссия оценивать выступления подрастающего поколения. Кто знает, может быть и среди этих малышей есть будущие звездочки, которые однажды засияют на небосводе спортивных бальных танцев. Будет ли их путь усыпан розами, или же придется идти через стернии, покажет время. Но во всяком случае потенциал у детей есть. Они очень милые, они стараются, они прям тянутся, стать лучше, стать похожими на более взрослых ребят. И это прекрасно. В любом конкурсе должен быть победитель. Но бывает и когда нет проигравших. Праздник танца – это как раз такой случай. Призы участия получил каждый ребенок, а вот гран-при фестиваля, как и положено, один. И достался он Дарье Козыревой. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.